Быть можно отдельным человеком, заботясь о красе ногтей. Так вот, именно от отдельности перейдем к хранению косметики. Здесь нам не разобраться без Ольги Каргаева, организатора пространства. Доброе утро, Ольга. Доброе утро. Хочется у вас узнать разные подробности, как вот избежать по утрам вот этого бесконечного поиска. Боже, где мой крем, где моя кисть? Оказывается, шагнуло уже человечество далеко вперед. Я вот только с этой штукой знаком, а тут оказывается еще много-много-много всяких штук. Ну, может, оно это и правильно, я ведь все-таки не девочка. Хотя, может быть, и мальчику будет полезно узнать информацию. Давайте поближе знакомиться. Значит, самый главный принцип организации косметики, как и любую другую категорию вещей, это все хранить в одном месте. Где пользуетесь, там и храните. Ну да. Соответственно, да. Со всего дома собираете в одном месте. Удобные органайзеры сейчас появились, да? Вот, всевозможные. Можно самим изготовить. Шить у нас вот Танюша любит. И должно, почему нет. Либо просто коробочки из-под телефонов. А, кстати, да. Очень тоже удобно. И как вам удобно. По категориям, да, например, вот туши, помады, кисточки, чтобы все было в одном месте, чтобы это все было видно. Тогда на поиски не будет уходить время. Все в доступности. Взяли, посмотрели. Вот я, например, люблю... Ого, вот так он еще, да, делает? Да, я люблю часы, и поэтому организовала для себя такое удобное. Вот прозрачный органайзер. Органайзер. Я пробираю, да, я знаю. Это же личный день. Не забывай. Я должна сказать, что прозрачный органайзер, конечно, очень упрощает. Припало. Нет, нет, я в порядке. Органайзер. Очень любопытно, что пока здесь не вижу украшений. Их хранить отдельно, то есть часы, это понятно. Нормально, да? Я добралась, так и... То есть здесь нет вот, знаете, какой-то кучи колечек, там, цепочечек. Их отдельно храним? Да, и эту категорию вещей лучше хранить отдельно. Тогда вот этого вот кучечки не будет. Все у вас будет на виду, и для таких, для такой категории предусмотрены другие системы хранения. Ну, например, вот как чемоданчик, его можно... А, вот где блестяшечки. Да, его можно, например, поставить на комод, да, все тоже разобрать по категориям, например, какие-то подвески, кольца, значит, сережки. То, что вы храните, ну, например, для каких-то особых случаев, не на каждый день, например, да, и это можно все вот спрятать. Да, кстати, удобно. Как бы... Ольга, ну, вот смотрите, действительно выглядит это все разумно, вроде бы все как-то очень здорово получается. Ну, вот по себе знаю, что есть какие-то средства, которые, там, не знаю, крем для пяточек, который только вечером и только перед сном, да, зачем его хранить вот, в общем-то, со всеми? Он где-то рядом с кроватью живет. Потом еще какой-то крем где-то еще живет, не знаю, там. И получается, что буквально по всей квартире оставляешь вот такой вот косметический след. Это верно? Попробовать все-таки все собрать в одну кучку? Или если я помню, где что лежит, может быть, и не страшно? Значит, ну, начнем с того, что косметика делится на уходовую косметику и декоративную косметику. Уходовая косметика, она может храниться и в ванной, то есть она не боится вот этой вот влажности, да, и ее можно хранить в ванной. Тоже желательно в одном месте все. Вот, тоже ограничить пространство расползания по всей квартире. Тогда и найти этот крем для пяточек будет очень просто, и, значит, проблем не будет, да, с обнаружением необходимого. Вот, ограничиваем, собираем все в одном месте, храним там, где используем. А декоративную косметику, соответственно, она боится вот этих вот влажных помещений. Ее, конечно, не рекомендуется хранить в ванных комнатах, потому что собираются там всякие болезнетворные бактерии. Вот, ну, если уж совсем негде, тогда деваться некуда. То есть, каждая система подбирается индивидуально под человека, под потребности и вот под помещение, скажем так. Если совсем, например, мест нет, вообще нет мест, нас спасают. Да, покажите, что это. Да, навесные такие системы, да, значит, на стену это крепится, либо, например, на стол какой-то, на комод крепится, и все. То есть, какие-то украшения, да. Просто на крючочек, да, можем подвесить? На крючочек, да, вот так вешается это все на виду. Насколько легко приучаемы ко всей этой системе мужчины? Какой хороший вопрос. Мужчины очень легко вообще прям на лету схватывают. Им, ну, сначала, конечно, все это в штыки воспринимается, вот. Но впоследствии в процессе пользования, это самые благодарные, да, 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 люди, которые очень с благодарностью. Не любят, а не тратить время. Есть какие-то вот лайфхаки, ну, то есть, каким образом можно облегчить себе жизнь? Допустим, ну, понятно, органайзер – это органайзер, это такая вещь, которую нужно там либо приобрести, либо самому сделать. Есть ли вот что-то, что если выполнять, то, ну, будет намного проще там свое пространство организовать? Нужно себе в привычку ввести, убирать всегда все на своем месте. Сразу, да? Вот взяли, попользовались. И сразу же. Да, да. Для этого, вот, ну, при начальных стадиях организации подписывать лучше. Даже? Вот, да. Взяли, например, разложили вот такие вот… Палочки, спонжики какие-то, да. Подписали себе, да, что здесь у меня хранится то-то, да. А, значит, вот, ну, если там самодельные какие-то коробочки, да, подписали здесь, например, уходовая косметика. Здесь декоративная косметика, да, там, например, вот в коробочке какие-то лаки, да. Ольга, а вы знаете еще любопытный момент? Вот если женщине мы рекомендуем все хранить в одном месте, мужчинам вроде бы тот же план. А если вот съехались вместе, да, и живут себе, значит, вместе. Какие-то гели для ванной, там, для душа, да, гели для укладки волос, они вместе живут? Или мы все-таки разделяем по разным полочкам, по разным, и сколько у нас тогда получится? И сюда же добавлю сразу, если ребенок есть в семье, тоже, мы же его приучаем с детства, что расчесочку мы кладем вот сюда, здесь твоя зубная специальная паста, да, тоже. У нас все вместе, все зубные пасты, и детская, и недетская, или мы каждому выделяем отдельное пространство? Если пространство позволяет, то, конечно, рекомендую разделять мужское, женское, чтобы мужчины тоже не путались, где его крем для бритья, а где шампунь жены, да. Вот, тогда вообще проблем, ни скандалов не будет, ни разборок. Вот, если место не позволяет, тогда хотя бы разделить вот эту коробочку на зоны. Это половина, например, женская, это половина мужская, там, третья, например, детская, да. Все равно у детей не настолько много. Конечно, да, очевидно, что это не так много. На косметике, да, поэтому все-таки делить по мере возможностей. Дети охотно идут на вот эту меру, или с ними нужно как-то по-особенному общаться? Ну, я имею в виду, это в форме игры, может быть, или нужно более строго объяснять, что вот у нас тут такая вот ситуация. Хорошо было бы, если бы ты свои вещи, дружочек. С детьми, конечно, в форме игры дети очень впитывают все быстрее намного, потому что взрослому перестроиться на другую систему сложнее. А, да, да, да. А вот дети, они очень быстро перестраиваются. А в форме игры даже самодельно можно делать какой-то планшетик, да, отмечать, что вот убрал расчесочку на место, звездочку получил. Ну, да, наклеечки, да. А вы вот сейчас, вот здесь находясь, в нашей студии, можете сказать, где у вас дома, в какой точке находится крем для век? Например? Ну, я не пользуюсь такими вещами. Так. Ну, какие-то более... Ну, вообще, вы каждое средство точно знаете, где они сейчас. Да. А в холодильнике есть у вас органайзер? А для фруктов, овощей, да. Есть такая вещь. Это идеально. Я признаюсь, у меня тоже дома есть органайзер для хранения носков и нижнего белья. Какой ты молодец. И это очень удобно. Это безумно удобно. Я под цветами не формирую, но, тем не менее, и в клубочке не складываю. Просто вот скручиваю, и это безумно удобно. Друзья, попробуйте обязательно. Это мой вам совет. Вот когда ты был в отпуске, к тому же Ольга приходила, и как раз научила нас правильно складывать носочки. Я тебе обязательно покажу, Сергей. Давай посмотрим, насколько... Там просто, понимаешь, ключевое там, чтобы резиночка не растянулась. Я запомнила ваши советы, потому что у меня растягивают. Я просто клубочку скручиваю. Вообще, я слышал такую вещь, что когда ты собираешь чемодан в отпуск, кстати, по этому поводу можно было это... Обязательно, мы вас обязательно позовем. Я слышал, что если скручивать в рулончик, то меньше места еще занимает. Да, правда так. Ну, мы еще... Нижнее белье и носки... Прекрасно. Обязательно пригласим вас еще на эту тему, поговорим более подробно. И узнаем, каким образом сделать так, чтобы в один чемодан, вручную кладь, укладывались вещи сразу трех человек в одной семье. Что-то все дорого стоит. Я уверена, что вы нам точно подскажете. 999 рублей. Один чемодан, 10 килограмм. Еще раз огромное вам спасибо. Очень любим, когда вы к нам приходите, сразу как-то становится все по полочкам и по органайзерам. Ольга Каргай, организатор пространства, сегодня была в наших гостях. И человек, который структурирует и нашу жизнь, и свою, и вам подскажет, каким образом это сделать, чтобы жить стало проще. Ну а мы, друзья, продолжаем, продолжаем мы... Небольшой паузой. Да, точно. Надо осмыслить. Блок полезной информации.